так маша с малышами пошли в машину папа с лёвой уже в машине они едут на аэродром сегодня на целый день с папой будут весь день что там красивая картинка на массу красивая мысли застаем с дома вдвоем красиво дала ручки зубы у тебя там на динозавре да это не надо я не еду с вами машкой катя не еду не нужна мне сумка я дома все пока 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 но все давайте Кричать не могу, потому что меня услышат! Всем привет! Сегодня я взял Машу. Маша, привет! А это я, привет! Вот, взял Лёву, там у нас сзади сидит Лёва, и взяли мы малыша Риков, малыша Рики, вот малыша Риков, малыша Рики, привет, скажите! Привет! Привет, да! И мы взяли, мы сегодня поехали на маленький майский пикничок, ну, возможно, пикничок, не пикничок, то есть, да, на выезд в ту, то есть, на территорию Академии Авиационной, где я обучаюсь, и мы таким образом дали, на самом деле, смысл этой поездки дать маме немножко передохнуть, спокойно поработать с интернетом, с Ютубом, поотвечать на вопросы, вообще немножко, это, дух перевести от малышей, потому что малыши у нас практически никуда не выходили, на самом деле, и они сидели все время и выносили мозг, а им нужно движение, ну, вот, а сейчас мы едем туда, и там Маша позаписывает себе ролики, мы позаписываем малышей, то есть, ну, покажем, как мы проводим время, как я провожу время с малышами, вот, но ответственная за это мероприятие, конечно же, Маша. Да, Маша? Да. Вот. Ну, все, поехали, погоним, расскажем. Это вот парковка, кстати, ребята, такая вот золотая вот. Едем мы в Форд Лоттердейл. Форд Лоттердейл Экзактив Аэропорт. Сейчас будем выезжать на знаменитую 95-ю трассу, которая, вот, как только мы сейчас ели направо, видите, цифра 95, вот эта трасса ведет нас до самого Нью-Йорка, то есть, если по ней ехать прямо, 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 никуда не сворачивать, то вы попадете в город Нью-Йорк, проезжая несколько интереснейших штатов, в том числе Джорджу, Северную Южную Каролину, Вашингтон, в общем, это знаменитая 95-я трасса, ведущая на север, вдоль, получается, восточного побережья Атлантического океана. Обратите внимание, какое красивое-красивое флоридское небо, самое фантастическое небо, которое вообще только, по-моему, бывает, это небо Флориды, оно просто умопомрачительное, а летать днем еще круче. Ну все, вот так вот мы с вами выехали на знаменитую 95-ю трассу, дальше пейзажи пойдут не особо разнообразные, поэтому я не буду так долго снимать, но в целом вот так вот выглядит 95-я трасса, ведущая от самой южной точки Соединенных Штатов до практически самой северной точки Соединенных Штатов. А вот это, кстати, слева, обратите внимание, видите, за столбиками, за оранжевыми, это называется экспресс-линиейно, если вы хотите, когда здесь, скажем так, движение насыщенное и большое, если вы хотите ехать быстрее, чем все, не стоять в пробке, то вы можете за определенную денежку заплатить и поехать. Спирсовет, в принципе, это недорого в районе, ну бывает, когда 50 центов, бывает, когда доллар, бывает, когда полтора доллара, но там практически нет съездов, да, и вы можете спокойно ехать. Вот таким вот образом. Ну все, погнали, Форду Тердейл нас ждет. Ребята, у меня просто буду говорить тихо, у меня дети уснули в машине, пока чуть-чуть даю поспать, а это мы заехали, едем в сторону пляжа, вот здесь, Форт Лозердейл, шикарнейшее место, это знаменитая столица яхт, если ее так можно назвать. Здесь до сих пор горит, пляж закрыт, оставайтесь дома, но при этом, учитывая то, что у нас уже все, в принципе, открыто, видимо, надпись не сменили, потому что уже можно везде этот, но пляж еще, наверное, до сих пор закрыт, возможно. И вот здесь, кстати, сейчас будет огромный пирс, то есть мы сейчас подъезжаем к пляжу, это Атлантический океан, и здесь будет очень длинный пирс, уходящий туда, ну дальше в океан, прямо по прямой, для того, чтобы можно было с него рыбачить. То есть целое раздолье для рыбаков, можно туда проходить, я так понимаю, скорее всего, какую-то там денежку, какие-нибудь там 50 центов, не знаю, долларов, наверное, заплатить и пойти в эти магазинчики. И пока, пока еще открыто для того, чтобы забрать с собой, пишут в Бейкере, вот, и Джалатта, это мороженое. Проведем, посмотрим прямо до пляжа, специально поехал вам показать, заодно у меня могут шарики в машине, пока поспят. Все пересели на велосипеды, движуха, все на велосипедах. Ага, полиция стоит на пляж, пока что не пускают. Ну, народ так потихонечку вдоль бережка, вдоль бережка. Ну, вы знаете, говорят у нас, что народ на мотоцикл приехал. Ох, кстати, наши летают, вот видите, наши это... А, нет, это баннер, 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 ну да, наши возят баннеры за деньги. Вот так вот, так, ну что, поехали посмотрим. Пир закрыт пока что. Ну, говорят, вы знаете, полиция никого нигде не наказывает, и никого, в общем, не кошмарит. То есть, народ потихонечку пробирается на пляж. Вот, Атлантический океан, если видно отсюда. Вон он. Ну, еще доберемся, покажем вам. Вот полиция. Форд Водердейл. Девушка так встала, будет переходить, не будет переходить дорогу, перегородила. Светофора нету. Знак 100. Давайте чуть-чуть проедемся вдоль берега. Посмотрим. Оп-та. Суши Барбары, по которым все закрыты. Знаете, очень такой симпатичный городок, конечно. Вот это все то, что вы видите. Это все маленькие такие отельчики. Различные, которые сейчас, к сожалению, не работают. То есть, и все они ждут скоро своих туристов. Посмотрите, какой красивый город. Кто когда-нибудь будет в Соединенных Штатах. Знаете, Майами это, конечно, здорово. Но есть шикарнейшие города. Типа Форд Водердейл, типа Сарасоты. И еще, еще Клиер Водербич. То есть, такие вообще сумасшедшие городки, которые просто, я вам скажу, что заслуживают отдельно внимания. Они очень красивые. И, кстати, мало раскрученные. Но есть вот такие вот. Смотрите, какие красивые домики. Это вот жилые дома. Вот это вот, скорее всего, тоже жилые дома из комьюнити. Это точно жилые дома. Но в основном народ здесь сдает их в аренду. Так, посмотрим, 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 что тут можно показать. Вот участники или под застройку только. Ничего не видно. А, смотрите, какой ретро-автомобиль стоит для туристов. Ну, старая пожарная машина. Прикольно. А вот это все мини-отельчики. Эти какие можно посидеть на стульчиках. И вот вам до пляжа всего получается, буквально всего, ничего. Идти. Ну, извиняемся, что пляж закрыт. Пляж закрыт. Ну, наверное, вот сидит все равно. Не обламывается. Симпатичный очень городочек. На самом деле, у него центр достаточно большой, как в Майами. Есть и высотный, и дома, и прочее. Но в большей части он вот такой вот почти одноэтажный. Вот, смотрите, нет. Вот отельчик. В отельчике народ. Вот бассейн, кстати, открыт. Не знаю, отсюда, наверное, не видно. Но народ там тусит. Все загорают. Бассейн открыт. Ну, ведь открывается уже потихоньку. Все, на самом деле, открываются в понедельник. Но при этом сегодня уже многие открылись. Ну что, ладно, поехали. Ну, ладно. Вы знаете, вот, что хотелось бы на самом деле отметить вот в таких вот городах. То есть, не знаю, многие знают, что штат Флорида это штат так называемый пенсионеров. Вот, что люди, которые уже на Питере, которые уже отработают, они сюда переезжают и, скажем так, живут уже в свое удовольствие, там, гуляя по пляжам и просто путешествуют по Флориде в том числе или проживая где-то там возле пляжей и уже тоже, так скажем, там, занимаясь рыбалкой. В общем, с каждой тратят уже вторую часть своей жизни на то, чтобы просто отдыхать, наслаждаться жизнью и все такое. Вот. При этом удивительно, можно обратить внимание, ну, конечно, это не Майами, а вот именно вот таких вот городах, потому что Майами, ну, это, как говорят, Москва, не Россия. Вот Майами это тоже не такая, не типичная Флорида. Все-таки Майами есть Майами. А вот такая типичная Флорида, она очень часто наполнена людьми, вот здесь, полицейские машины такие стоят, очень часто наполнены людьми, допустим, преклонного возраста. Если вы увидите какие-нибудь здесь такие очень крутые спорткары, то зачастую там будет ехать человек, которым будет, ну, там, за 60-65 лет и он растекает на своем там заряженной тачке и, в общем, наслаждается жизнью. Кто-то мне звонит. Пляжное затерение отделяет вот такие вот мосты и каналчики. Посмотрите, какая прелесть. Вот такие каналчики, по которым еще три мосты раздвижные. Видите, он раздвигается. Вот они сейчас, вон, лодочки все собираются. Это они уже едут до стороны Бакарадона. Ну, в общем, очень своеобразная дежень такая, очень интересная и очень такая релакс, знаете. Прямо живешь и просто понимаешь, что, наверное, все уже к вам вот эти состояния нирваны, они все пришли. Очень расслабляет, скажем так. Вот. И вот-вот то, что я сейчас говорю, да, допустим, вот впереди меня едет, вот, допустим, вот такой вот спорткар и, скорее всего, из него выйдет наверняка вряд ли молодой человек, а, скорее всего, из него и какой-нибудь такой, ну, в лучшем случае, типа меня, уже человек, который, ну, хотя бы за 40, а, скорее всего, и которому уже за 60. Поэтому это никого здесь не удивить ни разу. Маша снимает для своего канала. Смотрите ее обзор, ее интерпретации. У меня один малышарик проснулся, а второй малышарик еще дрыхнет. Но уже сейчас приедем в нашу авиационную академию Sky Eagle. И там у нас будет и запись, и мы там будем бургеры жарить. То есть такой небольшой у нас пикничок сегодня будет. Вот. Ну все, смотрим дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok